Привет всем, кто смотрит канал Сумерки Богов. Это канал для тех, кому не безразлична судьба музыкального театра. Мы продолжаем брать интервью у артистов, которые сегодня находятся в достаточно бедственном положении и вынуждены ждать, когда вновь откроются театры и концертные залы. До сих пор мы разговаривали с артистами, которые живут в Европе, но сегодня настал черед артиста, который решил проходить карантин в Москве. Речь идет об известном теноре Дмитрие Корчаке. Митя, здравствуй! Привет, Вадим! Привет, наши все зрители, подписчики, друзья, любители оперы. Спасибо тебе большое, что ты согласился на это интервью. Я до этого все время беседовал с артистами, которые сейчас в Европе, а ты вот предпочел приехать в Москву, здесь проходить всякие карантины. С чем это связано? Ну, слушай, я был недавно в Америке, успел оттуда вернуться в Европу, в Вену, но так как все границы закрыли и все европейские города вымерли, потому что ограничения жизненные там очень серьезные, и мы решили просто не сидеть в квартире в центре города, а приехать к нашим очень близким друзьям. Мы, вся семья наша, благодарна им, что они нас приняли в своем чудесном загородном доме под Москвой, поэтому здесь и нам веселее всем вместе, и здесь есть больше возможности гулять на свежем воздухе. Мы бегаем по утрам, мы играем здесь в теннис на территории, так что здесь и баня есть, и свежий воздух, поэтому мы вдалеке от Москвы и чувствуем себя здесь прекрасно, хотя, видишь, время такое непростое. Да, я вчера как раз беседовал со Светой Аксеновой, с которой вы вместе начинали репетировать «Онегина» в Америке. Вот так сложилась жизнь, и этот проект у вас отвалился. А много ли у тебя еще отвалилось других проектов? Все отвалилось, как ты сказал. Во-первых, 6 апреля должен был быть концерт после Америки в Большом театре с фондом Чулпан Хаматовой и Кривым Серебренником как постановщиком. Этого не будет, по крайней мере, это переносится. Я еще в надежде, что 29 апреля состоится все-таки концерт с оркестром Владимира Спивакова и с ребятами из молодежной программы Большого театра в Москве. Пока еще его не отменили, но мы ждем. Не будем загадывать. По крайней мере, я все карантинные сроки пробуду здесь в Москве и буду при хорошей обстановке готов уже репетировать с ребятами к этому концерту. Я просто поясню, потому что не все знают, что ты давно и успешно работаешь и как дирижер. И я так понимаю, в этом концерте ты будешь именно дирижером. Я буду дирижировать, да, и у меня даже после апреля и в мае и в июне еще несколько концертов, в том числе и в Москве, допустим, год Бетховена. Сейчас у меня с Российским национальным оркестром должен быть концерт с программой Бетховена целиком. У меня в Германии должны быть концерты в Сарбрюкене с потрясающим оркестром театральным. Там программа и Вайнберг, и Шостакович симфония, и Моцарта концерт для фортепиано. Поэтому я очень надеюсь, что хотя бы эти концерты состоятся. В любом случае, я сейчас здесь сижу, учу эти все партитуры. Ну, как сложится жизнь, пригодятся потом, если что. Но, в принципе, мы очень надеемся, потому что, знаешь, мы живем же тоже в безведении. Нам никто не говорит, что происходит, сколько это будет по времени, какое ограничение кого коснется, сколько мы ждем, так сказать, там, выздоровевших или зараженных. Нам никто ничего путно не говорит. Поэтому нам остается только ждать и быть такими ответственными людьми, и просто не вылезать в город, не общаться с людьми. Вот мы ждем, сидим. Уже проходит какое-то время от начала всех этих карантинных дел, и очень многие начинают размышлять на тему, а что же будет дальше. Вот я тоже потихоньку начинаю задумываться, как изменит вот хотя бы оперный мир, вся эта история с отменами. Как тебе кажется, не разучатся ли люди вообще ходить в оперный театр? Мне сложно ответить, Вадим. Я не знаю, многие строят, особенно директора театров, кому это очень важно в смысле получения денег за билеты и так далее, они все это просчитывают и говорят, что люди не сразу начнут ходить, потому что какое-то первое время будут бояться. Эпидемия, она, как мы понимаем, не может в один день закончиться. Это будет просто продолжаться, и многие люди должны этим переболеть. Просто мы сейчас сдерживаем, чтобы клиники не оказались переполненными. Первое, что будут бояться просто совместного прослушивания в замкнутом пространстве с огромным количеством людей. Второе, наверное, сейчас у многих слетели все работы, особенно мелкие, средние бизнесы потеряют работу, следовательно, у людей просто не будет возможности ходить на спектакли. Может быть, и настроения в том числе и не будет. Ты знаешь, мне очень много запросов присылали на какие-то онлайн-концерты и так далее. Я сейчас пока не в том, скажем так, настроении. Мне кажется, что сейчас внутренне мне хочется немножко отстраниться от музыки. Вообще я сижу с семьей, занимаюсь какими-то домашними делами. Я в Вене даже перед поездкой в Москву успел дома люстры все помыть, окна. Когда я это делал в последний раз, понимаешь, да? Но вот какими-то домашними делами. Взял за последнее время, тоже не помню, когда я брал реально книжку бумажную с литературой, не касающейся опер, понимаешь, и моих всех прочтений партий или оркестровых произведений с исторической точки зрения, а просто элементарно художественную литературу. Вот я сейчас сижу, наслаждаюсь, оторвать меня от книжки невозможно. Я загрузил ноты в iPad, в фортепианной музыке, которую я играл когда-то. И вот сижу, сейчас вспоминаю, пальцы бегают по клавишам, получаю огромное наслаждение. Поэтому я лично, может быть, из-за профессии, которая связана была ежедневно с музыкой, я немножко сейчас отстраняюсь от нее и слушаю в фоновом режиме. А так, кто знает, может быть, ты лучше ответишь на этот вопрос, будет выходить народ в оперу. Я думаю, что если мы сейчас сделаем перерыв, то люди будут, конечно, приходить, потому что слушать только в YouTube не всегда выход из положения. Мы все-таки театр любим за чистые голоса, не без звукозаписи, правильно, за чистые эмоции натуральные. Поэтому, конечно, я надеюсь, люди сейчас немножко соскучатся по этому жанру. Да, это точно. Я по себе чувствую, что за три-четыре первых дня я уже опух совершенно от просмотра видеозаписей опер. Старых, может быть, прекрасных, потому что некоторые артисты выглядят лучше, чем сегодня на них. Но все равно какое-то ощущение того, что это какие-то консервы, пресервы, не покидает меня. Но, собственно, из твоих слов и слов еще у многих других музыкантов, я понимаю, что скорее главной проблемой после карантина будет это вам уже не очень захочется вернуться. Весь конвейер, в котором вы находились всю свою жизнь творческую, он сегодня вдруг остановился, и понятно, что паузы тоже надо делать, правильно? Ты знаешь, я последние, наверное, два-три года, я пересмотрел, в принципе, свою жизнь и заметил, что я очень много работал, терял связь уже даже с ребенком своим, который, наверное, приезжал через два месяца, я уже его не узнавал, потому что дети растут очень быстро, это просто уже другой человек. Я пересмотрел уже свою жизнь, я не на все соглашался, я старался где-то приезжать позже, делать только то, что мне интересно, ближе к дому, где я мог бы летать. Поэтому я, в принципе, свою жизнь уже за несколько лет пересмотрел и постарался все ненужное, чтобы просто было обычным заработком денег, просто отойду на эту сторону, потому что есть какие-то вещи для меня важнее. Поэтому с этой точки зрения я не очень переживаю, что сейчас мы сидим без работы. Другое дело, что, конечно, я как ответственный семьянин, который содержит семью, я переживаю и думаю, сколько это все продлится, сколько мы будем без работы, потому что на людях висят семьи, зарплаты людей, кредиты, машины, квартиры и все подобное. Поэтому я не могу тебе сказать с улыбкой, что мне это все равно, я отдыхаю от оперы. Мы все это, наверное, не просто переживаем, но мы делаем то, что обязаны делать сегодня все люди, и мы с пониманием относимся к ситуации, пусть все будут здоровы и счастливы. Есть что-то, что тебе не хватает из-за карантинов, из-за того, что что-то твоя душа требует и не получает? Есть такое? Нет, у меня здесь, в Москве, под Москвой, у моих друзей в доме есть абсолютно все. Есть еда, есть свежий воздух, мы бегаем, каждое утро мы одеваемся и бегаем по территории вокруг, это закрытая зона, поэтому мы бегаем, мы делаем зарядки, всякие йоги, читаем книжки, занимаемся на фортепиано. Недоволен, по-моему, только наш сын, потому что мы над ним стоим круглые сутки, заставляем его заниматься онлайн, они со школой все равно все предметы проходят, поэтому мы просто стоим над ним. Наверное, самая печальная в этой ситуации – ребенок. Детей из семей музыкальных, артистических очень трудно организовать, потому что они видят образ жизни родителей, где у нас нет определенного режима, где мы уезжаем, приезжаем, поздно возвращаемся, не ложимся и так далее. Конечно, он растет в ситуации такой богемной, и организовать ребенка чрезвычайно сложно, но мы стараемся. У тебя в этом сезоне, как я понимаю, вообще за последнее время появилось несколько новых вокальных партий, я понимаю, что ты учишь новые партитуры как дирижер, вот, и Шостакович, но у тебя и вокально появились какие-то новые партии, ты спел «Пирата», я так понимаю, «Беллини» и «Роберта Дьявола». Что-нибудь еще будет новое появляться в твоем репертуаре певца? Да, вот тоже сейчас взял клавир «Богемы», в следующем году у меня дебют в «Богеме», поэтому сижу сейчас, полистываю, пробую голосом, тоже отрывки. В общем, заняться есть чем, Вадим, есть чем заняться, и оркестровых партитур много, но жизнь немножко свою пересматривать приходится. Конечно, ритм жизненный, приоритеты, и, ну, слушай, а так все нормально, грех нам жаловаться, мы сидим на свежем воздухе с прекрасными людьми, друзьями. К сожалению, пока не можем видеть родителей, мы уже стараемся выдержать 14 дней карантина, чтобы не появляться у них дома, потом будет видно. Я вам желаю, чтобы все было хорошо, и чтобы все карантинные дела быстрее закончились, и началась новая-новая жизнь. Спасибо большое за это интервью. Ты хочешь что-нибудь сказать на прощание нашим зрителям? Всем, всем людям я желаю только сегодня здоровья, чтобы был иммунитет выдержать все наши тяготы, связанные с этим вирусом, со всеми остальными, потому что я думаю, что, на самом деле, нас окружает не только эта болезнь, но и все вокруг. Занимайте все спортом обязательно, потому что эти болезни можно выдержать только с хорошим иммунитетом, поэтому старайтесь искать возможность бегать, прыгать, не знаю, ищите дома возможности, вне дома как-то. Будьте здоровы, будьте счастливы и скучайте по настоящей музыке. Мы вернемся к вам очень скоро и будем вас радовать настоящими пересмотренными нашими уже эмоциями и взглядами на музыкальное искусство. Будьте здоровы все и счастливы. Спасибо, что сегодня вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал здесь и в Телеграме. Помните, что мы всегда говорим вам правду. Мы экономим ваше время и ваши деньги. Будьте здоровы и до скорой практически ежедневной встречи на канале Сумерки Богов. Субтитры создавал DimaTorzok